Добрый день, уважаемые телезрители Краевой телекомпании Своё ТВ. До Нового года осталось 42 дня. На календаре уже 20 ноября. И не успели мы порадоваться безветренной и бестуманной погоде накануне, как сегодня на Ставрополье, опять пришли дожди. И, судя по прогнозам синоптиков, они задержатся как минимум до пятницы. А между тем, по данным Твиттер, выражение «Я люблю тебя» темпераментные испанцы чаще пишут именно в ноябре, чем в любой другой месяц. А в Англии современные или древние, видимо, это выражение в ноябре не так популярно. Действия ни одной пьесы или сонеты Шекспира не происходят в ноябре. А еще по всевозможным рейтингам, статистикам, ноябрь считается самым неприятным месяцем в году. Но, дорогие друзья, мы-то с вами знаем, что это только так считается. В наших силах сделать этот месяц таким, чтобы опровергнуть эту статистику. В прямом эфире Краевой телекомпании Своё ТВ, программа «Полдень». Впереди еще больше любопытных фактов, интересных бесед и самой актуальной к этому часу информации. Лучших педагогов страны, родом из Пятигорска, принимает участие в заключительном этапе всероссийского конкурса «Лучший воспитатель». Уже совсем скоро конкурсант выйдет на прямую связь с нашей студией. Ставропольцы взяли в два раза больше кредитов, чем в прошлом году. Сразу 115 миллиардов рублей. Эти и другие новости экономики. А задумывались ли вы когда-нибудь о важности простого рукопожатия? После нашего полня точно задумаетесь. Молодой скульптор из Невиномыска поразил своим мастерством строгое жюри из Нижегородской области. И это его далеко не первая заслуга. Поговорим с молодым, но уже известным на всю страну скульптором в прямом эфире. Сегодня во всем мире отмечают День детей. Есть идея для подарка. Крупный аукционный дом выставил на торги редкие картины Микки Мауса. Высокое искусство для всей семьи. В Ставропольской государственной филармонии стартует новый семейный проект. Все подробности узнаем у нашего гостя. Любители зимнего плавания проведут новогоднюю ночь в ледяной воде. А мы предлагаем оставаться в нашей теплой компании. Это и многое другое в ближайшие полтора часа. Начинаем с хороших новостей. Евгений Николаевич Командин. Победитель краевого этапа всероссийского профессионального конкурса. Воспитатель года России 2018. Педагог-психолог детского сада номер 24 «Звездочка» города-курорта Пятигорска. Прямо сейчас он принимает участие в заключительном этапе конкурса в городе Орле. В 2018 году своих лидеров представили 73 региона. Из заочного тура исключили испытания эссе. А в первом очном туре новое испытание сочинения на заданную тему, которое участники написали в первый конкурсный день. Имя победителя конкурса станет известно уже завтра. Ставропольец Евгений Командин в эту минуту на конкурсных испытаниях. Мы обязательно свяжемся с ним по телефону, но во второй части программы. Ну а теперь поговорим о том, чему нас не учил ни один педагог. Но тем не менее, мы это отлично умеем и без обучения. Жест, который мы совершаем автоматически, не задумываясь. Жест, который запрещен в некоторых странах, а в некоторых его нельзя совершать левой рукой. Жест, который упоминается в событиях 9 века до нашей эры. Все это про обычное рукопожатие. Или не всегда обычное, а очень даже многоговорящее. Давайте разберемся вместе. Рукопожатие может быть гораздо информативнее, чем вы думаете. Мы расскажем о некоторых видах и особенностях рукопожатий. Положение рук во время рукопожатия. Стандартное рукопожатие. Люди, пожимающие руки таким образом, склонны к компромиссному рациональному поведению. Такое рукопожатие свидетельствует о нейтральном отношении друг к другу. Чего нельзя сказать о следующем рукопожатии. В этом случае первый участник рукопожатия, кисть руки которого развернута вниз, демонстрирует свое высокомерное отношение, желание получить что-то от собеседника. Второй участник рукопожатия, в свою очередь, демонстрирует готовность к подчинению. Иногда приходится сталкиваться с тем, что мы подаем руку с прицелом на нейтральное рукопожатие, а наш партнер демонстрирует позицию первого участника. Такое поведение свойственно властным и авторитарным личностям. Вторая рука во время рукопожатия. Итак, собеседник левой рукой обхватывает вашу кисть. Несмотря на то, что такой захват обычно воспринимается отрицательно, он имеет положительное значение. Так собеседник выражает свое расположение. Если при рукопожатии вторая рука образует платформу, на которую опираются ваши руки, это говорит о бессознательном желании оказать поддержку, помощь, желание утешить, помочь советам. Следующее рукопожатие говорит о выражении заботы и участия, особенно если совершается между людьми разного пола или возраста. В иных случаях может носить противоположное значение. Прикосновение к собеседнику. Человек может прикасаться левой рукой к собеседнику как в районе предплечья, так и в районе локтевого сустава. Здесь в силу вступают законы дистанции. Чем ближе к корпусу тела находится место, где зафиксировалась рука вашего собеседника, тем большую потребность в общении он испытывает. Сила и длительность рукопожатия. Чем сильнее вам жмут руку, тем больше энергии готов влить собеседник в общение. При этом вялое рукопожатие – это еще не признак неприязни. Может, человек просто плохо себя чувствует. Чем дольше собеседник трясет вашу руку, тем на большую продолжительность разговора он рассчитывает. Сегодня 20 ноября. Есть отличный повод поздравить всех малышей. Сегодня во всем мире отмечают День ребенка. У этого праздника важная цель – обеспечить юным жителям планеты безопасную и благополучную жизнь. Сегодня есть отличный повод угостить ваших детей вкусненьким, позволить чуть больше сладкого и вместе посмотреть любимый мультфильм, например. А между тем, аукционный дом Сотбис выставил на торги редкие плакаты с изображением Микки Мауса. Аукционный дом планируют выручить за них десятки тысяч долларов. Семь редких винтажных плакатов с изображением Микки Мауса продадут на аукционе. За них ожидают выручить тысячи долларов. Торги приурочат к 90-летию знаменитого персонажа, который появился на экранах 18 ноября 1928 года. Плакаты были созданы в 30-х и 40-х годах прошлого века. Перед торгами их представили на выставке в Лондоне, организованной компанией Дисней. Это очень редкие плакаты из Англии, Франции и Бельгии. Два из них в единственном экземпляре. У трёх есть ещё не более пяти копий. То есть мы говорим об одних из редчайших в мире плакатов. Техника исполнения – одна из лучших. Онлайн-торги проведёт аукционный дом Сотбис. Они будут продолжаться до 26 ноября. Общая сумма, которую ожидают выручить от продаж, может достичь 165 тысяч долларов. Причина их редкости в том, что их использовали снова и снова. Плакат «Позади меня» был предназначен для стендов и кинотеатров. Когда мультик там прекращали транслировать, плакат ввезли к другому кинотеатру. Их постоянно использовали, пока они не изнашивались. На выставке также представлены работы британских художников, главной темой которых также является мышонок Микки. Микки Маус за 80 лет своего существования стал не только символом компании Уолл Дисней, но и американской поп-культуры в целом. До 1947 года его озвучивал сам Дисней. Персонаж фигурирует в полнометражных и короткометражных мультфильмах, а также на телевидении, в комиксах и на различных товарах. А теперь внимание, внимание всем! Предстоящая пятница обещает стать черной. Об этом говорят владельцы магазинов и предлагают скидки 30, 50, 70 и даже 90%. Но на своем ТВ скидок не будет. Мы просто дарим вам подарки. 23 ноября в эфире программы «Полдень» мы разыграем массу призов. Сертификаты на услуги красоты и здоровья, развлечения, товары для детей и не только. Не пропустите. Раскрасим черную пятницу в яркие тона. А насколько черная пятница бьет по карманам магазинов? Спросим у нашего экономического обозревателя Романа Выстеропа. Рома, привет! Привет! Рома, ну ты как экономический обозреватель точно должен это знать. Бьет ли черная пятница по карманам торговых магазинов, точек больших? Как? А почему вообще не делают такие скидки в этот день? Я могу сказать с уверенностью, здесь нужно быть внимательнее. Потому что, ну, скидки скидками, но везде есть свой подвох. Поэтому надо быть внимательнее. Но о новостях экономики я сейчас расскажу подробнее. Розничная интернет-торговля. Начало онлайн-продаж алкоголя могут отложить. Жители Ставропольского края взяли кредитов в два раза больше, чем в прошлом году. Едем за приключениями. Эксперты назвали список стран самым ярким отдыхом. Министерство сельского хозяйства страны не считает слесообразным и обоснованным введение акциза на продукты переработки мяса. Колбасу, сосиски, бекон и другие. Напомню, инициативу по введению дополнительного налога на мясные изделия и газировку предлагают включить в нацпроект «Демография». Что касается акциза на колбасу, то предложение в достаточной степени не проработано, считают в федеральном ведомстве. Особенно это касается возможных ценовых рисков для российских потребителей. Ведь стоимость мясных изделий из-за дополнительного налога может повыситься на 30%. Это 160 рублей на 1 килограмм. Как полагают инициаторы, подорожание акцизов должно положительно повлиять на здоровье россиян и увеличить их продолжительность жизни. Средства, собранные от продажи колбасы, предлагают направить на снижение стоимости продуктов здорового питания. Правительство Российской Федерации еще не приняло решение по внесению Минфина в законопроект, который предусматривает поэтапное снятие ограничений на розничную продажу алкоголя в интернете. Соответственно, начало таких продаж может быть отложено, сообщил журналистом глава Минпромторга Денис Мантуров. Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. В начале августа в Минфине сообщили, что внесение в правительство законопроект, предполагающий запуск с января будущего года, онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками. С 2020 года всего алкоголя, но также только производителям и оптовикам. А с 2022 года всего алкоголя и всем участникам рынка, но с введением новых видов лицензий и специального реестра. При этом в Минфине отмечали, что не все ведомства согласовали законопроект, и он был внесен в правительство с разногласиями. В Минэкономразвитии законопроект поддержали, отвечая, что он предусматривает многоступенчатую систему контроля. В 2018 году жители Ставропольского края получили в кредитных организациях более 115 миллиардов рублей. По информации Ставропольского отделения Центробанка России, за 9 месяцев этого года жители СКФО взяли кредитов на 40,5% больше, чем за такой же период прошлого года. Эта сумма полученных средств составила 217 миллиардов рублей. Прирост показали и потребительские, и ипотечные кредиты. В СКФО ипотечный кредитный портфель за год вырос более чем на четверть и составляет более 137 миллиардов рублей. Такой рост специалисты объясняют уменьшением стоимости кредитов. Средние процентные ставки для населения уменьшились за год на 1,3% пункта, почти до 14%. Всего жители Северного Кавказа на 1 октября 2018 года взяли в банках почти 400 миллиардов рублей. Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза, с 4,5 до 8,5%. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства «Мелсон». Речь идет о контрабандной и контрафактной табачной продукции. Двукратный рост нелегального рынка объясняет растущим приростом более дешевых сигарет из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Также в исследовании отмечается стремительное распространение нелегальной продукции, находящейся в обороте с подозрительной акцизной маркой или вовсе без нее. Количество таких сигарет за год выросло практически в три раза. Эксперты отмечают, что быстрый рост нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам Белоруссии и Казахстана, где цены на табачную продукцию заметно ниже российских. Лидер антирейтинга среди крупных городов – Ростов-на-Дону, где каждая третья выкуренная сигарета имеет нелегальное происхождение. В Новокузнецке на нелегальные сигареты приходится 21,5% продаж табака, а в Пензе и Омске свыше 15%, говорится в отчете «Нелса». Напомним, что с 1 июля этого года в России на 10% подняли ставку акциза на сигареты и папиросы. И теперь переходим к приятным путешествиям. Эксперты назвали список из 10 стран, поездки в которые могут обернуться самыми яркими приключениями в следующем году, сообщает Lonely Planet. Первое место заняла Япония благодаря запланированным Кубку мира по регби, а затем в 2020 году летней Олимпиаде. На втором месте расположился Узбекистан, который смягчил требования для въезда в страну иностранных туристов. Замкнул тройку Сенегал. Там построили новый аэропорт недалеко от Джакара и надеются таким образом стимулировать рост турпотока. В пятерку вошли Тайвань, продвигающий себя как направление для гастротуризма, а также северная провинция Шри-Ланки. Далее расположились и Ордания, Исландия, Эфиопия. Замкнули десятку Италия, где в этом году будут отмечать 500 лет со дня смерти художника Леонардо да Винчи. И Патагония в Аргентине, где можно будет наблюдать зрелищное солнечное затмение в июле следующего года. Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» при поддержке Министерства экономического развития региона проводит второй региональный конкурс профессионального призвания «Проф. Овации-2018». И более подробно об этом конкурсе мы поговорим с нашим гостем, руководителем «Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» Викторией Максименко. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Виктория, ну давайте сразу раскроем, что же это за конкурс такой, что он будет в себя включать, какие номинации. Да, мы приглашаем всех на этот наш второй региональный конкурс. Проходить он будет 5 декабря в торжественном зале правительства Ставропольского края. Начало в 11 часов. Зарегистрироваться можно на нашем сайте до 30 ноября. Конкурс призван определить лучших субъектов малого и среднего предпринимательства. И цель конкурса является, наверное, признание их профессионализма. То есть мы хотим показать рост того или иного субъекта малого и среднего предпринимательства. И в дальнейшем мы планируем, что этот конкурс будет проходить в формате, наверное, наставничества даже. Потому что маленькие предприниматели, только начинающие, они должны не бояться обращаться за господдержкой. Вот как раз мы им показываем, какая история успеха буквально с нулевого, наверное, стартапа и достичь каких-то высот. То есть основные участники это молодые, только начинающие предприниматели? Нет. В номинациях будут, скорее всего, участие принимать, во-первых, все желающих. Но по прошлогоднему году в номинациях принимают участие уже успешные субъекты малого и среднего предпринимателя. Но мы приглашаем, во-первых, всех принять участие бесплатно, и для того, чтобы там прошел даже обмен опытом. Понимаете, это будет интересно всем. И конкурс, и форум получится. И начинающим, и конкурс, и форум. Да, это два в одном, так скажем. У нас, во-первых, очень много номинаций. По сравнению с прошлогодним годом мы добавили номинации. В этом конкурсе у нас будет порядка 10 номинаций. Это лучший семейный бизнес-проект, лучший социальный проект, лучший директор производства, лучшие предприятия легкой и текстильной промышленности, лучший бизнес-проект в сфере IT-технологий, лучшие бизнес-леди Ставрополья. И новый проект у нас – это лучшая мама-предприниматель Ставропольского края. То есть у нас большой список бизнеса, я назвала не всех, да, лучшие в сфере услуг и инфраструктуры гостеприимства и так далее. Вот более подробно можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Ставропольского края и также на нашем сайте фондоподдержки.фппск.ру Скажите, а какие критерии были для отбора участников? Есть ли они вообще какие-то? Масштаб бизнес-проекта, социальная значимость, экономическая значимость и так далее. То есть на сегодняшний день еще рано говорить о критериях отбора, потому что участники подают каждый в своей номинации, где он себя видит, а потом затем конкурсная комиссия будет уже проводить отбор. И, конечно, в конце этого отбора, 5 декабря, состоится награждение. То есть будут брендированы наши подарки. Ну, тайну не будем раскрывать, какие. Это будет сюрприз. Поэтому пусть сюрпризом будут, да. Поэтому приглашаем. Участие абсолютно бесплатное. Я думаю, что здесь получат и начинающие, и действующие предприниматели массу положительных эмоций. Мне кажется, когда мы чествуем предпринимателей, которые уже достигли чего-то, это в первую очередь даже популяризация их деятельности. Но вот вы сказали «мама-предприниматель». Сейчас большое количество мам, которые, скорее всего, декретные. Вы не поверите, в 2018 году первый раз в Старопольском крае прошел этот проект «Мама-предприниматель». Его проводил Министерство экономического развития при поддержке опоры России и Амвэй. Победительница получила приз 100 тысяч рублей. С каким количеством заявок мы столкнулись? Просто не описать словами. Столько мамочек активных. У них такие идеи, бизнес-проекты, ну просто шикарные. Поэтому мы выдвинули эту номинацию. Ты говоришь, в декрете это тоже как работа, только начальника нужно носить на руках. Да, начальника носим на руках, но ночами, видимо, созревают бизнес-планы. Я хочу сказать, что очень интересные бизнес-планы. Скажите, какие-то планируются новые мероприятия по популяризации бизнеса, допустим, предпринимательства? Ну, популяризация деятельности в течение года у нас идет. Буквально недавно, две недели назад, в Новоалександровском районе прошел большой форум. Это «Ставрополье бизнесу», «Бизнес с Ставрополью». Ежегодно он проводится. Мы приглашаем органы исполнительной власти, контролирующие органы. Мы приглашаем общественность, обязательно предпринимателей, края приглашаем. И здесь мы обсуждаем все наболевшие вопросы. И, конечно, здесь есть тоже и историю успехов. То есть предприниматели, которые пользовались государственной поддержкой, они рассказывают о том, как не стоит бояться обращаться за ней, первое. И второе, что, получив государственную поддержку, можно действительно достичь какой-то высоты определенной тех целей, которые ты себе поставил. Здесь мы открыты, ну, можно сказать, как навстречу бизнесу выступаем. А также у нас ежегодно теперь будет проводиться автобус стартапов, где любой желающий может повысить свой профессиональный навык, профессионализм, скажем так, посетить семинары, которые прокачать свой бизнес. И в Апофеозе они нам сдают свои бизнес-проекты. Мы отбираем лучшие. И вот 5-6 декабря лучшие бизнес-проекты получат у нас бесплатные билеты на таких представителей бизнеса, как МАНА. То есть это интересно принять участие. То есть это как бонусный приз предпринимателям. Это приятный бонусный приз для развития, для совершенствования. Спасибо вам большое, Виктория. Ну и в конце у нас о курсе валют на сегодня. Маш, ну у меня сегодня, на сегодня все о самых главных новостях экономики, поэтому передаю слово тебе. Спасибо большое, Рома. Увидимся уже совсем скоро. А у меня пока здесь тоже будут, кстати, новости экономики. Хорошо. Спасибо. Как я обещала, немножко новостей экономики. На 6,5% могут вырасти реальные доходы населения в 2019 году в Крыму. На 5,2% в Севастополе. От 2,3% до 2,6% в Самарской, Ленинградской, Костромской и Орловской областях. К такому выводу пришли эксперты финансового университета при правительстве России. А сегодня вторник, а значит Екатерина Сегеда снова подготовила самые актуальные вакансии Ставропольского края. Здравствуйте, дорогие телезрители. Традиционно в начале недели мы знакомим вас с вакансиями в разных районах Ставропольского края. Сегодняшний выпуск посвящен городу Ставрополью и Шпаковскому району. Самые актуальные предложения внизу экрана. С 1 января 2019 года в Крае меняются условия получения пособий по безработице. Подробности немного позже. Начнем с Краевого центра. Здесь в лидерах по количеству свободных вакансий должность стрелка. 1210 рабочих мест с зарплатой от 28 до 60 тысяч рублей. На второй строчке специалист. 1157 вакансий с зарплатой от 11 до 47 тысяч. И замыкает тройку проводник вожатой служебных собак. 950 рабочих мест с зарплатой от 30 до 60 тысяч рублей. Также требуется радиотелеграфист, инженер, официант, массажист, разнорабочий. И не только. Самую большую зарплату на данный момент будут платить слесарю по ремонту автомобилей. Платят от 11 до 70 тысяч рублей. Здесь 17 рабочих мест. Центр занятости населения, где вам помогут найти работу, находится в Ставрополе на проспекте Карла Маркса, 92Б. И телефон 315700, код 8652. В соседнем Шпаковском районе самое большое количество свободных мест на должности менеджера. Их 129 и платят от 11 до 80 тысяч рублей. Далее по списку водитель автомобиля. 43 вакансии с зарплатой от 11 до 45 тысяч. И на третьем месте каменщик. 40 рабочих мест платят от 15 тысяч рублей. Также требуется шлифовщик, штукатур, сортировщик, тракторист, электрогазосварщик и другие. Самая высокоплачиваемая профессия Шпаковского района – директор, начальник, управляющий предприятия. Платят от 100 тысяч рублей. И здесь только одна вакансия. Центр занятости населения Шпаковского района вы найдете по адресу город Михайловск, улица Фрунзе, 1А. И телефон 66140, код 86553. Более подробную информацию о вакансиях в своем районе можно найти на сайте ставзан.ру. Итак, вернемся к выплатам по безработице. С нового года сокращается срок получения пособий с 12 до 6 месяцев для тех, кто получает выплаты в процентном соотношении от среднемесячного заработка. И с 6 до 3 месяцев для тех, кто получает минимальную выплату. При этом размер пособий увеличат. Также повышенные выплаты по безработице в течение года будут получать люди предпенсионного возраста. На повышенный размер выплат могут рассчитывать и те, кто работал не менее 26 недель до обращения в учреждение занятости. А если вы официально работали менее полугода, то только минимальный размер. Для признания безработным необходимы следующие документы. Подробнее об изменениях в этой процедуре на сайте ставзан.ру или в Центре занятости населения вашего района. На сегодня это все. Ровно через неделю узнаем о вакансиях из Забильнинского городского округа и Труновского района. Я желаю вам найти себя среди всего многообразия профессий. До встречи. Из детдома в Георгиевском округе ушла девочка. К счастью, подростка нашли и вернули. Но прокуратура заинтересовалась причинами такого поведения воспитанницы детского дома. Сотрудники надзорного ведомства проверили социальное учреждение и выяснили, что работники детдома плохо проводили профилактическую работу. Профилактика должна была выработать негативные отношения к асоциальному поведению и употреблению алкоголя. Однако девочка систематически нарушала распорядок дня, убегала из соцзареждения и распивала спиртное. Георгиевский межрайонный прокурор внес два представления об устранении нарушений закона. Теперь в детском доме в течение месяца должны устранить недостатки и письменно сообщить прокурору о результатах проделанной работы. Переходим к новостям от краевого главка МВД. Добрый день. За минувшие сутки в полицию региона поступило более тысячи сообщений о преступлениях и происшествиях. Установлено местонахождение восьми граждан, находившихся в местном и федеральном розыске. За прошедшие сутки полицейскими раскрыто шесть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, на дорогах края зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще одиннадцать получили травмы различной степени тяжести. Так, в Шпаковском районе водитель легкового автомобиля сбил двоих детей-пешеходов. По предварительной версии, водитель автомобиля «Лада», двигаясь по улице в селе Пелагиада, проявил невнимание к дорожной обстановке, не справился с управлением и выехал на сторону проезжей части, предназначенную для встречного движения. После чего допустил наезд на пешеходов, которые передвигались по краю проезжей части. Двенадцатилетние школьники с травмами различной тяжести были доставлены в больницу города Ставрополя. За рулем автомобиля находился 64-летний местный житель. Полицейские установили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении гражданина составлен административный материал. По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Накануне в отдел полиции Шпаковского района с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Мужчина пояснил, что в течение нескольких месяцев переписывался в одной из социальных сетей с неизвестным гражданином, который, ссылаясь на свое трудное материальное положение, попросил у заявителя в долг деньги на операцию близкого родственника. Потерпевший поддался на убеждение нового знакомого и перечислил на его банковские карты более 200 тысяч рублей. Долг мужчина не вернул и перестал выходить на связь с потерпевшим. В ходе проводимой работы полицейские выяснили, что личные данные, указанные в социальной сети злоумышленника, недостоверны. Оперативники установили личность и местонахождение злоумышленника и задержали его по месту жительства в Георгиевском городском округе. По факту мошенничества в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Уважаемые граждане, на Ставрополе проводится второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая направлена на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полиция Ставрополя призывает граждан внести свой вклад в борьбу с наркопреступлениями и принять участие в акции. Сообщить о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, жители края могут круглосуточно по телефону 02 или 102 с мобильного телефона, а также в ближайший отдел полиции. На этом у меня все. Соблюдайте законы и берегите себя. Передаю слово в студию программы «Полдень». Спасибо, а мы переходим к другим темам и только позитивным. Подведены итоги заключительного этапа первого всероссийского конкурса «Юных художников в горящее сердце», посвященное жизни и творчеству Максима Горького. В мировой литературе имя писателя давно стало символом активных гуманистических идей. Конкурс проводило Министерство культуры Нижегородской области, родины Максима Горького. Ребятам для творческой работы предложили самим выбрать литературное произведение, не ограничиваясь рамками школьной программы. Конкурс заинтересовал ученика детской школы искусств из города Невиномыска Данила Овчаренко. Уверенно, пройдя в заключительный этап, юный художник получил звание лауреата первой степени в сюжетной композиции по историко-биографическим материалам о Пешкове. Напоминаю, номинация «Скульптура». Прямо сейчас поздравим юного скульптора в прямом эфире. И он у нас уже здесь. Поздравляю тебя, Данил. Пришел Данил не один, а с преподавателем школы искусств Еленой Леонидовной. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас приветствовать и вас тоже нужно поздравить. Да, мы впервые участвовали от нашей школы в такой номинации «Скульптуры». Там было предложено поучаствовать ребятам в нескольких номинациях. Это могла быть танковая композиция, иллюстрация. То, что мы уже прекрасно делали много лет. И впервые за многие годы мы попытались участвовать именно скульптурой. Почему? Потому что есть у нас такой молодой юный художник, очень талантливый, который все свое свободное время посвящает в скульптуре. Занимается он этим как бы дома в свободное время от уроков. И первый отборочный тур был интерактивный. По фотографиям отбирали работы по 40-бальной системе. Данил набрал больше 30 баллов, прошел во второй вот тур. И получил лауреата первой степени в Нижнем Новгороде. Чем мы очень, конечно, гордимся и довольны таким учеником. Я думаю, гордится весь Ставропольский край. Данил, у тебя в руках та самая скульптура, верно? Нет, это немножко. Не та? Другая. А это что за скульптура? Можно я поставлю ее на тумбу, чтобы всем нашим телезрителям было хорошо видно? На что это за скульптура? Из чего она? Что это? Это Александр Сергеевич Пушкин? Да. Мы готовимся к новому конкурсу, который будет проходить в городе Ставрополь. Будет краевая выставка, посвященная произведениям Александра Сергеевича Пушкина. И Данил сейчас расскажет, что это. Из чего это скульптура? Мне очень интересно. Это проволочная двухкомпозиционная скульптура из пластилина. По рассказу Сергея Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина, Евгения Онегина. Я изобразил Евгения Онегина и Татьяну. Вот если не секрет, на это сколько уходит времени? По настроению. По настроению должно быть вдохновение, как в любом творческом деле. Теперь давайте вернемся к разговорам о конкурсе. О чем была скульптура? Это самому нужно было придумать тему. Как ты воплотил ее и что это было? Я много думал, много набросков было. Так как я захотел слепить ее, я с помощью педагога захотел слепить Максима Горького. И вместе с его наставником, Льва Толстым. Потому что их очень много связывает. Да. Лев Толстой направлял в своем творческом плане молодого писателя Горького и наставлял. В свою очередь, конечно, оценил. Оценил, уважал его мнение и старался прислушиваться к нему. Ну, прежде чем работать над композицией, любой художник что делает? Я читал ее биографию, его строение, одежду, очень важно это. Фотографии тоже помогали мне в строительстве своей композиции. То есть это была проделана даже до этого большая грандиозная работа. Ты теперь, наверное, о Горьком знаешь все и не только. Если не секрет, в каком классе учишься? В восьмом. В восьмом классе. Какие у тебя планы на будущее? Я хочу работать скульптором. Скульптором? Свою жизнь связать, да. Поступить в художественное училище, планирую Данила. И стать настоящим профессиональным скульптором. И остаться в своем родном Невиномысске? Нет, не знаю, как получится. Конечно, остаться сейчас. Ну, в любом случае, для Невиномыска, я думаю, ты сможешь сделать нечто прекрасное. Да, я тоже на это надеюсь. Будем надеяться. Вот немножко о конкурсе опять хотелось бы поговорить. Насколько сложно было, насколько переживал, какие были конкурсанты, конкуренты? Ну, я, если честно, не знаю, с кем я соревновался. Ну, в общем, ничего сложного-то не было, я давно этим занимаюсь. И, ну, для меня это уже привычно. Это было, получается, очно ты не ездил в Нижний Новгород? Нет, не получилось поехать. Вообще, участников было более 600 лауреатов, вот те, кто победили, ребята, было 140 человек. Нас, конечно, приглашали в Нижний Новгород, но у нас не получилось. Вот, в данный раз, в общем-то, поучаствовать при награждении, вот, очно. Ну, будем надеяться, что все же впереди, мы еще... А награду-то передали? Награду мы ждем. Вот, со дня на день. А вот как раз она едет к вам, да? Едет, да, скоро приедет. А знаете, что это? Медаль, грамота, диплом. Это будет обязательно диплом. Вот, и, может быть, книга с биографией вот великого русского и советского писателя. Да, хотелось бы что-то такое. Максима Горького. Данила, а сколько ты уже занимаешься скульптурой? Да я, как я понимаю, и художественной работой у тебя тоже есть. Ну, скульптурой я занимаюсь с самого детства. С самого детства. Ну, в смысле, с самого детства прямо лет с пяти? Да, где-то так. В садике. Из пластилина что-то лепил, всегда было интересно. И ты еще живописью занимаешься? Да, начал заниматься этим, когда пошел в первый класс. Вот здесь, например. Здесь мы рисуем на улице. Пленэры устраиваете? Да, пленэр. Пленэр, наш сейчас город очень преобразился. Это я делал работу из цветного пластилина на бумаге. А это пластилин на лепиле? Да, это пластилин. Не всем. Мне кажется, что такая техника очень редкая. Такая живописная. Сложно. Как живопись пластилина. Вот. Это мой класс. Просмотр. Просмотр. Каждый полугод, который мы устраиваем в классе. Это я делал станковую композицию. Ну, в мастерской художник рисует женщину. Хотелось бы спросить, вот вы сразу заметили в Даниле способности, талант. Это сразу видно? Да, когда мы начали заниматься именно скульптурой, и начал приносить именно свои домашние работы. Мы просто с преподавателями. А, это та самая скульптура, да? Да, которая держала победу. Олег Николаевич и Максим Горький. Вот он у ребенка видит чувство. Чувство вот этого объема. Он может передать характер человека, передать его возраст, возрастные какие-то особенности. Потом, так как он простудировал всю эту информацию, он показал, как одеты были люди в то поколение, какие головные уборы, портретное сходство. То есть он очень хорошо ловит вот эти вот нюансы. В общем, это было интересно. По возрасту даже, скажем так. Это точно. Насколько сложно? Я видела, там есть такие мелкие детали. Вот борода прорисована в точных подробностях. Ты лепил, глядя на какой-то портрет? Или все из головы? Нет, это с помощью фотографий. Много фотографий с разных ракурсов, чтобы максимально было подробно. Это все-таки скульптура. У нас сделать объем. Да, объемная. Надо посмотреть, что все. Вот как педагог, какое будущее видите в Даниле? Есть ли еще у вас талантливые такие воспитанники, ученики? И вообще дети невиномыска талантливые? Дети невиномыска талантливые. Очень талантливые дети нашей школы. Мы им очень гордимся. Но, как говорил великий художник Илья Ефимович Репин, что талант – это 90% труда. Поэтому можно быть талантливым, но никак не расти в своей жизни. А Данилы именно из тех учеников, которые мало того, что имеют природный такой талант, они очень трудолюбивые. Поэтому наша задача как педагогов в нашей школе, конечно, растить такое будущее поколение. Наша задача в том, чтобы наши ребята получили достойное, хорошее образование в нашей школе. Что мы прикладываем к чему? Наши усилия. И всегда гордимся нашими выпускниками, теми учениками, которые будут поступать в высшие учебные, средние учебные заведения, в наше Ставропольское художественное училище родное, в которое поступают многие наши воспитанники. Ну и, наверное, в любом деле практика, практика, еще раз практика. Практика, да, работа, именно 90% труда. Данила, вот завершающий, заключительный к тебе вопрос. Насколько я знаю, это не первая твоя победа? В каких конкурсах еще принимал участие? Ну, в скульптуру, это первый скульптурный конкурс. А так я на День космонавтики делал тоже пластилинную работу на бумаге. Юрия Гагарина? Нет, космоса. Космос? Да. Краевые конкурсы. Краевые конкурсы, городские. Портрет как раз. Всероссийский первый? Да. Всероссийский, да, у нас первый такой. И это очень хорошее начинание. Я желаю дальнейших успехов, Данила, желаю, чтобы все твои мечты исполнялись, потому что и лет так, наверное, через 15, чтобы в городе Дневномыске появился потрясающий архитектурный объект. Постарались. Спасибо вам большое. До свидания. А мы продолжаем нашу программу. На часах уже давно обеденное время, а в нашей программе мы продолжаем помогать вам пополнять вашу кулинарную книгу. Сегодня еще один вкусный рецепт. Курица пармезан. Курица пармезан. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Добрый день. Расскажите, пожалуйста, альманахи, которые сегодня будут представлены, что в них будет, какие это по счету, чем они отличаются от предыдущих? Сегодня у нас презентация в 16 часов, и мы будем рады видеть всех ставропольцев, которые смогут посетить это мероприятие и познакомиться с новыми выпусками альманаха. Два номера вышло в этом году. Вообще сейчас ежегодно появляются четыре номера. Альманах уже 77 лет вместе со своим читателем. Мне бы хотелось немножко затронуть его историю, потому что это очень интересная история. Первый номер появился в июне 1941 года. Подумать только. Непосредственно перед войной вышел первый номер, а потом выпуск, конечно, был прерван. Но уже в августе 46-го альманах возобновил свою работу. И с тех пор, вот уже сколько лет, мы можем знакомиться с лучшими произведениями, с лучшими материалами ставропольских авторов. С 2005 года альманах выходит при поддержке правительства Ставропольского края. Его главный редактор Владимир Павлович Бутенко. Как сегодня будет проходить презентация? Авторы альманаха, их у нас много. И это, конечно, весь цвет ставропольской литературы, исследователи, краеведы, ученые придут на эту презентацию. Поэтому участники мероприятия смогут не только узнать, что же опубликовано в альманахе, но и пообщаться с самими авторами. Вот в числе авторов этих двух номеров такие известные поэты, как Александр Федорович Мосинцев, Валентина Гапуровна Дмитриченко, Алла Владимировна Халимонова-Мельник. Наши известные прозаики, а в их числе молодой член Союза писателей России Валерий Давидович Бродовский. Конечно, представлены в альманахе и публицистика, и краеведение, и рецензии. И вот можно будет услышать о том, почему размещен материал, но, наверное, этот вопрос даже не требует ответа, посвященный 75-летию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. Наверное, тот, кто прочитает рецензию на книгу Валентина Дмитриченко «Объяснение в любви», безусловно, захочет познакомиться с этой книгой. А сегодня будет возможность еще услышать ее стихи в собственном исполнении. И, конечно, главный редактор, который расскажет в том числе и о работе над альманахом, и о своей статье. Ее он посвятил исследованию жизни и творчества Александра Мосинцева. На самом деле, это действительно уникальная возможность пообщаться с авторами лично. Всех ли приглашаете? Любой ли же желающий сможет туда попасть? Да, конечно, мы приглашаем всех, кто может прийти сегодня в библиотеку. Еще раз напоминаю, в 16 часов мы ждем всех желающих. А если кто-то не сможет, мы понимаем, что сегодня вторник. У них есть замечательная возможность почитать альманах. Он представлен на нашем сайте, на сайте Ставропольской докраевой библиотеки имени Лермонтова. Размещены полнотекстовые выпуски альманаха с 2014 года. И мы всем предлагаем, заходите на сайт, знакомьтесь, гордитесь Ставропольской литературой. Мне кажется, эти альманахи очень полезны студентам, например, филологам. В том числе, потому что региональный компонент, конечно, изучают и в школе. И надо сказать, что вот с 2005 года альманах выходит тиражом тысячи экземпляров. Последние годы он издается при поддержке Министерства культуры Ставропольского края. И практически вся эта тысяча экземпляров передается в общедоступной библиотеке края. И, конечно, и школьники, и студенты имеют возможность почитать печатные экземпляры в том числе. В библиотеке? В библиотеках, в общедоступной библиотеке. Нет, они выдаются и на дом. На руки? Да, конечно. И у нас. Пожалуйста, приходите, берите. Как вам удобнее. Можно на сайте, можно через интернет, можно печатный вариант. Чем-то эти новые два выпуска будут отличаться от предыдущих. Или классический стиль, выдержанный, который уже год из года. Да. У альманаха свое лицо. Но, наверное, вот здесь надо сказать о том, что не только произведения наших ставропольских исследователей, краеведов и литераторов, но и альманаха расширяет границы. Несколько лет, в конце мая, на земле Ставрополя проходит такое потрясающее событие, как форум творческих союзов «Белокация». И гости этого форума, в том числе и писатели, известные писатели, вот они уже неоднократно были участниками «Белой акации». И теперь на страницах альманаха можно познакомиться с творчеством. Например, Юрия Велимовича Козлова. Это главный редактор роман-газеты. Или Евгения Васильевича Шишкина. Он возглавляет отдел прозы журнала «Наш современник». Я думаю, что ставропольцы очень хорошо знают, наверное, россияне Александра Михайловича Покровского. Подводник, писатель. А мы все очень хорошо помним, что по его книге «72 метра» был поставлен известный фильм. И вот их новые произведения размещены на страницах этих двух номеров альманаха «Литературное Ставрополье». Насколько важен этот альманах для жизни Ставропольского края? Я думаю, можно сказать, и для России в целом. Альманах – это, конечно, флагман и литературной жизни, и исследовательской жизни. И он отражает новые публикации в разных областях. И, естественно, и редакционная коллегия, и главный редактор уделяют большое внимание тому, что это краеведческий литературно-художественный альманах. Поэтому не менее занимательны и познавательны и статьи по краеведению. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за такую проделанную работу. Удачной презентации. Спасибо, всего доброго. До свидания. Мы продолжаем нашу программу. И еще раз напоминаю, что до Нового года осталось 42 дня. И пора уже приводить себя в форму к новогодним праздникам. А вот Есентукские маржи встретят 2019-й за любимым занятием в ледяной воде. Они уже готовятся, и чтобы их вечеринка стала еще масштабнее, проводят мастер-классы в искусственный ряд в ледяную воду для всех смелых желающих. Рассказывают о пользе закаливания, объясняют все правила, чтобы хобби приносило только пользу, а не вред здоровью. Всех желающих ждут на городском озере. Следующий заплыв 1 декабря. Ну а если вы к таким экстремальным методам в погоне за красотой и здоровьем не готовы, то у нас для вас каждый полдень спортивная пятиминутка. Не ленитесь, вставайте с диванов, а те, кто смотрит нашу программу тайком на рабочем месте, повторяйте, не стесняйтесь. Можно даже всем офисом. Поехали. Всем привет, это рубрика «Зарядка», и сегодня нам с вами потребуется стена. Бегите, ищите стену, а мы начинаем. 1, 2, 3, 4, продолжаем. С чего мы начнем? Мы начнем упражнение с мышц стабилизатора. Нам нужно подойти к стене, но не вплотную, поставить любую руку на голову, на голову, принимать положение стены ровное, тянуть живот, напрячь ягодицы и толкать головой руку наверх, расту. Вот упражнение называется расту. Это надо напрячься. Нужно на выдохе, нужно не то, что вот, ну вот. Не просто стоять, вот я встала и стою, нет, вот так никто ничего не почувствует. Нет, ну нужно же толкать, конечно нет, нужно толкать головой. Ну это прям напрячь себя. Вот именно от пальцев ног, икроножные, четырехголовые, то есть мышцы ног, мышцы живота, мышцы спины и тянуться на выдохе вверх. Вот это важно сделать. Вот представьте, что вы тюбик с пастой, я всегда говорю, особенно на детских тренировках. И вы нажимаете этот тюбик пасты, и вам нужно на выдохе вот так, вот так, вот так тянуться наверх, как влазит эта паста. Можно все, что угодно. Я грибок, я цветочек, я расту. Ваша задача вырасти. Я выросла, мне кажется, уже. Я тоже. Такого быстрого карьерного роста у нашей программы еще не было. Спасибо желаем. Нам нужно сейчас встать к стене ближе. Не обязательно, чтобы пяточки касались стены, не обязательно, потому что у всех разные объемы. Если человеку некомфортно, он может отступить полшага от стены. Самое главное, не лежать лопатками на стене. То есть мы должны приблизиться к стенке, в первую очередь положить свои ягодицы в спину, опустить ладошки на стенку и сделать вдох. И на выдохе, Анечка, поднимаем настолько высоко. Да, насколько можем, что как будто у нас между стенкой и ладошкой листочек. При этом спинку старайтесь не отрывать. Ух как! Да, Анюта, как только не можем, вот не могу я, не могу, не могу. Все, я разворачиваю и просто тянусь наверх, ладони смотрят вперед. Самое главное, сделайте выдох и опустите плечики вниз. Пытаемся также опуститься. Хорошо? Да. Опускаем руки вниз, вдох. Разворачиваем и проводим руки в ладошке по стене. Открываем пальцы рук широко, настолько, насколько можем. И как будто между ладонью и стенкой листок. И вам этот листок нужно поднять максимально наверх, прижатый к стене. И только в самые-самые-самые-самые уже точки пиковые, которые не дают, можно развернуть и нужно развернуть ладони вперед, при этом сделать вдох и на выдохе опустить плечи. Да, если вы сделаете 8-10 раз, вы почувствуете, как будто вы поднимали гантели руками. Ну, это на самом деле. Я хочу уточнить. Вот Люда сказала, что не все могут, да, как я, допустим, не у всех так развить плечевой пояс. Поэтому, ну, неважно, неважно, не надо бросать. То есть, если вы даже вот так подняли, не нужно сказать, так, у меня не получается все, я ухожу. Нет, 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 нужно развернуть ладошкой наверх и также потянуться наверх, доделать упражнение. Эффект будет, да? Конечно, безусловно, вы какое-то время будете поднимать низко, но с каждым разом у вас будет развиваться плечевой пояс. Мы первое делали упражнение вытяжения, и вы будете сильнее раскрывать грудной отдел, сильнее включать мышцу плеча. Мы поворачиваемся лицом к стене, ставим руки в проекции ладони, в проекции плеча, пальцы открываем настолько, насколько вы можете открыть широко, они направлены в потолок. И теперь вспоминаем первое наше упражнение – расту. Очень сильно напрягаем мышцы кора, которые мы уже умеем включать. Сделайте хороший вдох и согните чуть-чуть, сгибайте руки в активных суставах, чуть-чуть. При этом не нужно напрягать мышцы шеи, не нужно тянуться подбородком, нам нужно сейчас сгибать и разгибать руки. Сделать хороший вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. Чем мне нравятся вот эти упражнения, они несложные к исполнению абсолютно. Их может делать абсолютно любой человек, абсолютно любого возраста. Мы сейчас не берем какие-то заболевания, правильно? Абсолютно. Да, то есть будь вам 20 лет, или 60, или даже 80, 80 лет, я думаю, вы так же прекрасно встанете и сможете чуть-чуть поджиматься. Ничего сложного там нет. Конечно, конечно. Если у вас горит, вы делайте правильно. Это наше правило. Хороший вдох и расслабьтесь. Да, расслабьтесь. А ведь ничего со стороны не происходит, правда? Происходит внутри. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу зарядку, а мы встретимся с вами завтра. Пока. Пока-пока. Лас, два, три, четыре, пять, восемь. Ну что, поднимали ручки? Вот, казалось бы, такое легкое упражнение, а сколько пользы оно несет. Как и наш прекрасную программу «Полдень». Вы смотрите программу «Полдень» на своем ТВ. Мы работаем в прямом эфире и уже совсем скоро, не пропустите, уже в прямом эфире разыграем абонемент на посещение батутного парка «Ставджам-парк». Высокое искусство для всей семьи. В Ставропольской государственной филармонии стартует новый семейный проект. Все подробности узнаем у нашего гостя. В Боливии прошел белопробег в национальных юбках. А еще больше молока, чтобы быть здоровым. В Кочубеевском районе сегодня торжественно открывают новый доильный зал. Об этом и не только. Сразу после короткой рекламы. А я напоминаю, друзья, вы смотрите программу «Полдень» на своем ТВ. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем. Студенты Северо-Кавказского федерального университета собирают гуманитарную помощь для детей соотечественников, живущих в Сирии. Предновогоднюю акцию по сбору средств на подарки назвали «Дарю Новый год». Идея акции родилась после того, как делегация университета побывала в Ливане и Сирии. Сейчас дети соотечественников в Сирии готовят там первый послевоенный новогодний утренник. Учат песни и стихи. Студенты СКФУ своими подарками сделают новогодний утренник еще ярче. Кстати, помочь студентам в организации акции взялись сотрудники Россотрудничества и Министерства обороны страны. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно перечислить деньги на специальный счет. Подробности в соцсетях сообщает пресс-служба СКФУ. А мы переходим к новостям нашего региона. Вадим, привет! Передаю с удовольствием тебе слово. Скажи, пожалуйста, ты уже готовишь новогодние подарки? Потому что новогоднее настроение уже... Да, и вот оно как-то постепенно начинает появляться. Я ничего не готовлю, но думаю, что скоро об этом уже задумаюсь. На работе сидишь полумя сутками. Да, и так коротко о главных темах к этому часу. Ставропольский дворец детского творчества лучший в стране. По каким критериям определяли? Скорой помощи нужна помощь. Почему медики обратились в прокуратуру? И в Новый год в ледяной воде. Чем удивят Маржи и Сентуков на праздниках? В селе Веселом Кочубеевского района сегодня у нас открываются новые технологические новшества в животноводстве. В частности, сегодня там открыли новый доильный зал на молочно-товарной ферме. Оборудование и скот закупили благодаря гранту Министерства сельского хозяйства региона. Обсудили. Субсидия составила 30 миллионов рублей. Теперь доильно-молочный блок оснащен немецким оборудованием нового поколения. Техника охлаждает молоко прямо во время доения. Это позволяет добиться исключительного качества продукции и делает производство выгодным. Работаю слесаря. Предстартовая промывка еще перед тем, как начнется дойка. Оборудование стоит фирмы Весфалия. Европараллель. На 40 голов одновременного доения. Раз все под контролем, то тогда расскажите, в чем важность сегодняшнего открытия? Важность в том, что дождались мы реконструкции. Как вы правильно сказали, ферма 1984 года постройки. Это было очень важно. Еще свои очень много денег добавили. Ну, нужен был толчок. И это получился грант. Мы на этот грант взяли 105 нителей чернопестой породы племенной фермы. Это племена и у нас. Мы закупаем скот только на территории России. 650 здесь коров содержится на этой ферме. И 150 нителей. Всего 800 голов на этой ферме. В прошлом году эта ферма надоела 7200 на фуражную корову. Это в пределах 5000 тонн. Открытие сегодня – это результат системной поддержки животноводства в регионе. Ее итоги и дальнейшие планы обсудили сегодня на совещании там же, в Кочубеевском районе. В этом году на субсидии молочникам из краевого бюджета выделено почти полтора миллиарда рублей. Эти средства помогают расширять производство фермерам, развивать племенное животноводство. Планируется, что через два года на Ставрополье будут выпускать почти в половину больше молока, чем сейчас. Кстати, сегодня там же, в Кочубеевском районе, думают о другой не менее важной теме, как снизить количество ДТП в нашем крае. Там проходит заседание Краевой межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Участие принимает и губернатор края Владимир Владимиров. Повод собраться более чем весомый. В нашем крае по-прежнему много людей гибнет на дорогах. Около 80% всех смертей в крае происходят из-за ДТП. Так что смертность нужно срочно снижать. Что поможет, к слову, значительно увеличить и среднюю продолжительность жизни. А это одна из задач национального проекта здравоохранения. Напомним, что сейчас средняя продолжительность жизни Ставропольца 74 года. А через три года эта цифра должна быть минимум 78 лет. Эту зиму Ставрополье встретят с новой снегоуборочной техникой. Коммунальные парки Ставрополя и Сентуков, Пятигорска и Кисловодска уже пополнились новыми машинами. Все согласно запросам самих муниципалитетов. Самые популярные виды техники – комбинированные уборочные и вакуумно-уборочные машины. Деньги на покупку спецтехники выделили из краевого бюджета по поручению губернатора края. Всего на обновление парка направили 129 миллионов рублей. До конца года новую технику получат еще шесть территорий региона. Сегодня отмечается Всемирный день ребенка. По этому поводу сотрудники Министерства строительства края и другие чиновники решили сделать полезный подарок маленьким пациентам онкологического центра. Они стали донорами. Первыми на сдачу крови прибыли глава краевого минстроя Алексей Кагарлыцкий и зампред правительства Ставрополя Александр Золотарев. Всего несколько минут и возможно, что одна спасенная жизнь. Поэтому это очень важно и нужно. Все просто, быстро, не мешает рабочему графику. Поэтому будем сдавать регулярно всем коллективам Минстроя. Я сам многодетный отец, поэтому не безразличен к судьбам и жизням наших детей. Поэтому сегодня не мог остаться равнодушным. Поэтому я здесь святая обязанность каждого человека пожертвовать кровь на такое благовое дело. Забор донорской крови проводили до обеда. В течение этого времени через станцию переливания крови прошли десятки сотрудников Министерства строительства края. Между тем сотрудники Ставропольской скорой помощи обратились в прокуратуру с коллективной жалобой. Они утверждают, что их права нарушены. Так медиков не устраивает внеурочная работа, лишение всех надбавок и премий. Кроме того, руководство ставит в план 500 вызовов за сутки. А за его неисполнение наказывают. Удержки производят даже из заклада. Жалуются медики и на нехватку автомобилей. По документам их 48, однако в смене работает не более 30. Сейчас прокуратура края проводит проверку по данному обращению. Ставропольский дворец детского творчества признан лучшим в стране. Лауреатов Всероссийского конкурса образовательная организация 21 века Лига лидеров 2018 наградили в Санкт-Петербурге. Конкурс проходил в два этапа. На заочном участникам нужно было представить опыт работы своего учреждения за последние три года. Заявки попадали порядка 700 организаций. Кстати, директор Ставропольского ДДТ Лариса Козлова получила также памятный знак «Эффективный руководитель» 2018 года. Она рассказала о своих наработках коллегам из других городов России. Сегодня в Ставропольском ДДТ открыто 200 различных секций и кружков. Работает 300 педагогов. Занятия посещает 8,5 тысяч воспитанников. Шпильки, расчески и лак. Ставропольские стилисты готовятся к чемпионату мира. Он пройдет в мае 2019 в Японии. Имена мастеров, которые получат право представлять нашу страну, станут известны совсем скоро. Как профессионалы оттачивают навыки и какие шансы на победу, Виктория Середа выясняла рецепты красоты. Красота – это не только стиль жизни, а настоящее призвание, уверены ставропольские парикмахеры и визажисты. Уникальная возможность проявить себя в любимом деле на международном уровне появилась благодаря поддержке Важим Хитаряна – президента конфедерации парикмахеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса страны. Именно он руководит процессом подготовки к чемпионату мира. Много – это плохо. Понимаете, нельзя делать эти кудры, как продавщица овощного магазина. Если женщина особенно хочет быть стильным, не модным, а стильным, это разные вещи. Гуру парикмахерского мастерства в профессии уже 52 года. Его клиентами были известны и всему миру Маргарет Тэтчер и Валентина Терешкова. На Ставрополе Важим Хитарян уже во второй раз. С ответственной миссией – провести мастер-классы и определить тех, кто будет представлять нашу страну в Японии. Второй раз сюда приезжаю, и тем более за этот короткий срок, который я уже был, мы могли уже из вашего региона выставлять людей на чемпионате Европы. И стали они призерами, они стали чемпионами. Это же очень важно, когда из регионов тоже могут люди показать себя, свое мастерство. И поэтому я здесь, что будем уже искать людей талантливых, которых мы будем на чемпионат мира выставляться в сборной России. Под чутким руководством профессионала умело укладывает волосы в замысловатую прическу Елена Чирва. К любимому делу стилист подходит с душой и уверена в своих шансах на победу. На работу как на праздник, потому что мы делаем людям праздник, по сути мы делаем людей красивыми. Я в индустрии красоты более пяти лет, у меня есть опыт и стаж, и мне это нравится, это мое дело. Хотя по образованию я изначально совсем не парикмахер. А кто из униситов? У меня два образования, я клинический психолог и бухгалтер-аудитор. В отборе и подготовке мастеров Важим Хитаряну помогают опытные руководители Международного центра практики МЭК. К слову, тоже победители чемпионатов Европы. У нас появилась возможность, работая в команде СМС, провести в Ставропольском крае, в городе Ставрополье, первый региональный отборочный тур под эгидой СМС, на котором Важим Хитарян будет главным судьей 22 ноября в центре практики МЭК. А самая главная цель на 2019 год подготовить сильную команду опытных мастеров на чемпионат в Японии, чемпионат мира под эгидой СМС. Отборочный этап пройдет по нескольким направлениям. Принять участие могут все желающие. Кто на «ты» с расческами, ножницами и лаком для волос. Первый чемпионат, когда мы не перегружаем номинациями, даем возможность самым распространенным номинациям, это прикмахеры и визажисты. Им даем свадебный макияж, вечерний и фантазийный. Я хочу пожелать и попросить, и, наверное, предложить, не бояться участвовать и показывать. Я знаю, что это проблема. К нам звонят, говорят, я бы хотела, но я переживаю, я боюсь. Нет границ опыта. Есть юниоры, есть разные номинации. Пусть идут все, и мы всех ждем. Виктория Середа, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Маржи Есентуков встретят Новый год в ледяной воде. Об этом заявили сами любители экстремального купания. Накануне они провели мастер-класс на местном водоеме. При этом, как выяснилось, в Есентуках зимой планируют устроить сразу 4 заплыва. Первый состоится 1 декабря. Встречу моржей посвятят Дню инвалидов. 9 декабря на берегу озера в Есентуках растянут 7-метровую георгиевскую ленту в честь Дня Героев Отечества. 12 декабря моржи устроят заплыв с российскими флагами. 30 декабря, накануне Нового года, любители зимнего плавания устроят праздничный заплыв, но прежде обменяются подарками. Ну и во время обоих курантов моржи тоже будут находиться в ледяной воде. Вот такие новости к этой минуте. Предаю слово обратно Марии Гнездила. Маш, ну как насчет Новый год встретить в ледяной воде? Абсолютно нет. Я не согласна. Но знаешь, мастер-класс будут проводить 1 декабря. Возможно, я поеду, посмотрю, полюбуюсь, но в воду не зайду. Спасибо, Вадим. А мы продолжаем нашу программу. Друзья, знаете ли вы один очень интересный факт? 20 числа, правда, не ноября, а июля 2006 года в 11.39 ось нашей планеты должна была резко сдвинуться. Точнее, ее должен был сдвинуть одновременный прыжок миллионов людей на планете. Эта акция называлась Всемирный день прыжка. По задумке организаторов, если миллионы жителей западного полушария Земли одновременно прыгнули бы, ось планеты сдвинулась, и это смогло бы предотвратить глобальное потепление. Но в итоге массового прыжка не случилось по причине обычной неорганизованности, и Земля до сих пор находится на своей оси. Кстати, эта затея изначально была обречена на фиаско для смещения земной оси. И по расчетам ученых, участники акции, как бы много их ни было, должны были бы прыгнуть со второй космической скоростью в 11,2 километра в секунду. Но день, 20 июля, был вписан в историю как День Всемирного прыжка. Кстати, о прыжках. Прямо сейчас в нашем эфире мы разыграем абонемент на посещение батутного парка Ставджам-парк. Такой яркий и красивый. Хотите попрыгать? Скорее звоните нам по номеру 8 800 707 0226. Но чтобы абонемент стал вашим, одного звонка недостаточно. Слушайте внимательно наш вопрос. В Белоруссии 20 июня 2018 года День Всемирного прыжка отметили по-своему и решили установить мировой рекорд по самым продолжительным, непрерывным прыжкам на батутах. Два профессиональных спортсмена, мастера спорта по акробатике Валентин Лушичев и Сергей Минаев прыгали на батутах непрерывно и установили мировой рекорд. Вопрос. Сколько по времени непрерывно прыгали акробаты? Варианты ответов 1 час ровно, 10 секунд или 1 час 45 минут. Знайте правильный ответ. Звоните 8 800 707 0226. Звонок абсолютно бесплатный, хоть с мобильного, хоть с домашнего стационарного телефона. А пока вы нам дозваниваетесь, мы покажем вам очень интересный материал и тоже о спорте. Коренные жительницы Боливии приняли участие в ежегодном велопробеге. При этом женщины нарядились в традиционные пышные юбки. Давайте посмотрим. Боливийские чулиты отложили повседневные дела и сели на велосипеды, чтобы поучаствовать в гонках. Соревнования проходят в высокогорном городе Эль-Альта. На двухколесный транспорт сели 375 коренных боливиек. При этом чулиты нарядились в классические пышные юбки, которые обычно достаточно тяжелые. Велосипед для нас средство передвижения, и этот велопробег нас вдохновляет. Мне хочется поучаствовать и в зарубежных соревнованиях. Я жила в деревне и ездила на велосипеде. Сейчас тоже с ним не расстаюсь. Хотя я уже взрослая, но мне это нравится. Нам всем надо тренироваться и ездить на велосипедах. В Боливии чулитами называют женщин народностей Аймара и Кечуа, которые переехали жить в города. Раньше они могли работать только прислугой и не должны были показываться в некоторых общественных местах. Теперь же индейские народы получают больше прав. Велопробег коренных Боливиек проходит в стране пятый год подряд. Участвовать в нем могут женщины старше 15 лет. Друзья, я напоминаю, что в прямом эфире вы сможете выиграть нашей программы «Полдень». Конечно же, вы сможете выиграть сертификат подарочный на дно посещения батутного парка «Ставджам-парк». И, насколько мне известно, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Как вас зовут? Давайте знакомиться. Меня Маша зовут. Туарина. Очень приятно. Расскажите, пожалуйста, смотрели ли вы нашу программу в течение последних полторых часов? Да. Да? И, наверное, вы, наша прекрасная телезрительница, знаете правильный ответ на вопрос. Да. Повторите вопрос или помните? Помню. Итак, правильный ответ. Один час сорок пять минут. Один час сорок пять минут, и это правильный ответ. Я вас поздравляю. Аплодисменты в вашу только честь с подарочным сертификат на одно посещение батутного парка «Ставджам-парк». Теперь ваш. Оставайтесь на линии, чтобы узнать, как забрать ваш абонемент, наш вам подарок. Спасибо большое за звонок. Удачного дня. А мы продолжаем программу. Правильный ответ. Действительно, один час сорок пять минут – это мировой рекорд по непрерывным прыжкам на батуте. Таким образом, на настоящий момент белорусы прыгают на батутах дольше всех в мире без единой остановки. Кстати, если вы думаете, что такие мировые рекорды – редкость, то нет. Предыдущий рекорд белорусские спортсмены побили на 15 минут. В 2015 году жители Англии прыгал непрерывно ровно полтора часа. А между тем, официально рекорд акробатов из Белоруссии еще не вписан в книгу рекордов Гиннесса. Видео подтверждение, полная версия, которую вы сейчас можете видеть на своих экранах, есть и на Ютубе. Час сорок пять минут непрерывных прыжков. А я, уважаемые телезрители, напоминаю, что Евгений Николаевич Командин, победитель краевого этапа конкурса «Воспитатель года России-2018», педагог-психолог детского сада номер 24, звездочка города-курорта Пятигорска, прямо сейчас находится в городе Орле на заключительном этапе конкурса. И у нас есть уникальная возможность связаться с одним из лучших педагогов Ставрополья и России по телефону. Алло. Алло. Здравствуйте. Мы вас поздравляем. Добрый день. Спасибо. Мы рады, что на Ставрополье живет один из лучших педагогов всей страны. Ну, рассказывайте, как проходит конкурс, как ваши эмоции, что там прямо сейчас происходит? Так. Спасибо за поздравление большое. Сейчас происходит у нас, заканчивается первый тур третьего этапа очного. Это представление моего успешного проекта. Буквально сейчас уже заканчивает последний участник. Эмоции, эмоции куча. Причем всяких. Не только положительных? Волнуетесь, наверное? Волнение, радость. Да. Все. Вот все вместе. Все вместе с копом. И, наверное, такие моменты запоминаются на всю жизнь. А поддерживают вас ваши воспитанники или родители воспитанников? Да, постоянно. Каждый день, каждую минуту звонят, пишут и дети, и родители, сотрудники. Все, все, все. Поддержка, поддержка постоянно идет. Это, конечно, очень здорово. Это очень так укрепляет. Угу. Евгений Николаевич, ну, вы узнаете о победе, об итогах конкурса только завтра. А пока мы с уверенностью можем назвать вас одним из лучших педагогов всей страны. И поделитесь секретом, как стать хорошим педагогом. Ух ты, вопрос какой интересный. Я думаю, у нас на Ставрополье не только я, а все педагоги действительно отличные. Действительно заслуживают такой чести представлять край. А как же все-таки стать, вы знаете, не останавливаться, верить в себя, постоянно самосовершенствоваться, развиваться. Ну, вот я думаю, так. Спасибо вам большое. Мы желаем вам удачи. Держим кулачки, как говорится. Удачи, не переживайте. А мы продолжаем нашу программу. В Ставропольской государственной филармонии стартует новый проект для детей и их родителей. День семейного отдыха. Все подробности узнаем у художественного руководителя филармонии Сергея Алексеевича Захарченко. Он уже у нас в гостях. Рады приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что за проект такой? Как он может объединить семьи Ставропольского края? День семейного отдыха. Новый проект Ставропольской филармонии. Вот буквально третий или четвертый концерт в рамках этого проекта у нас проходит. Он направлен на укрепление семьи, семейных связей, на то, чтобы как можно чаще родители с детьми проводили свободное время. То есть то, чего сейчас зачастую не хватает. Постоянно все чем-то заняты, постоянно куда-то надо бежать, что-то делать, а на детей зачастую времени-то и не остается. Действительно. Поэтому Ставропольская филармония в корне с этим не согласна и пытается что-то сделать с этим. Я думаю, отлично получается. Как выглядят концерты? Что там можно увидеть? Это, как правило, по крайней мере, пока вот те концерты, которые у нас прошли, это, конечно, детские программы. То есть в первую очередь они предназначены для детей. Возможно, со временем мы будем практиковать какие-то, скажем так, дневные или, может быть, вечерние, не совсем поздние программы. А так это программы для деток, либо программа камерного хора «По дороге с облаками», либо это программа ансамбля «Слобода», «Сказка Буратино». Вот в таком плане все происходит. Когда можно уже в ближайшее время посетить такой концерт? Да, вот буквально в ближайшую субботу. В субботу уже? Да. Билеты есть в кассе филармонии? Ну, насколько я знаю, пока еще есть. Не знаю, много ли нет, но что-то, наверное, еще можно успеть захватить. Вот хочу обратиться к нашим уважаемым телезрителям. Действительно, не нужно сейчас сидеть на месте, потому что сплочить свою семью можно и пойдя в филармонию, а не только посмотрев дома кино, например, верно? Ну, конечно. Тем более, это, я считаю, намного лучше, чем сидеть дома и смотреть кино. О главной цели, о главной задаче мы уже с вами поговорили, но, на мой взгляд, такие проекты редкость не только на Ставрополье, но и в целом по стране. Не буду судить о том, редкость это или нет, но то, что их еще пока недостаточно и должно быть больше, чем сейчас есть, это, конечно, безусловно. Как вы считаете, каким образом такой вид досуга может укрепить семейные связи, семейные отношения? Ну, чем чаще мы находим время для общения друг с другом, чем чаще мы куда-то выходим, проводим совместное время, тем, я считаю, семья от этого крепче, во всяком случае, семейные связи от этого слабее не станут. Вот наоборот, это скорее всего. Как пришла в голову такая идея? И кому пришла в голову такая идея создать именно семейные концерты? Как правило, все идеи – это плод нашего коллективного сотрудничества. То есть мы собираемся, думаем, что придумать, что предложить зрителю, что сейчас актуально, что было бы интересно людям. Вот в очередную такую, скажем так, посиделку родилась такая мысль, которую мы и воплотили. Накануне Нового года, в преддверии Нового года, всего лишь месяц остается, кажется, что проекты заканчиваются, ну, чтобы в Новый год с новыми силами. Закончится ли этот проект или будет продолжаться? Нет, этот проект не закончится, тем более он только начался, что же мы будем заканчивать? Конечно, он продолжится, тем более в преддверии Нового года, когда такие проекты, наоборот, должны появляться все чаще и чаще. Параллельно с ним, конечно же, к предстоящему Новому году Ставропольская филармония по традиции предложит новогоднюю программу для наших маленьких зрителей. Поэтому их мы, естественно, без внимания не оставим. В этом году у нас будет сказка по мотивам сказки «12 месяцев», которую будет готовить наш ансамбль «Слобода». Это будет хореографическая сказка. Пару лет мы не показывали хореографических сказок, поэтому надеемся, что зритель соскучился по такому формату, и я думаю, зрителя будет в избытке. Это будет такой день семейного предновогоднего отдыха. Да, да, именно так. Какие еще планы о филармонии на ближайшее время? В планах, конечно, продолжать все наши уже ранее начатые проекты, которых у нас за последнее время было немало. Это и большая премьера, и музыкальные столицы мира, и музыка эпохи барокко. Буквально 17 декабря у нас намечается концерт, который как раз-таки будет посвящен музыке эпохи барокко. К нам приедет известный пианист Андрей Коробейников из города Москва. Он был у нас уже неоднократно, полюбился нашему зрителю. В этот раз у нас так удачно получилось выхватить его на несколько дней из его плотного гастрольного графика. Он любезно согласился приехать к нам. Поэтому мы очень рады, что у нас получилось. Так что все хорошие, значимые проекты, пользующиеся популярностью, конечно же, будут продолжены. Спасибо вам большое. Рады вас видеть в который раз в нашей студии. Будем ждать вас еще. Спасибо. До свидания. А мы продолжаем нашу программу. У Ставропольцев есть редкая и уникальная возможность посетить занимательную, необычную композицию, экспозицию, простите. В Ставропольской краевой научной библиотеке имени Лермонтова впервые можно увидеть частную коллекцию лягушек. Правда, не живых, а искусственных из самых различных материалов. Есть керамические, фарфоровые, стеклянные, металлические и так далее. Экспозицию назвали «Анимализм в декоративно-прикладном искусстве. Лягушки». Экспозицию дополнят экспонаты из единственного на планете музея «Мир шкатулок», который находится в Ставрополе. Кстати, коллекция музея включена в Книгу рекордов России. Самое большое частное собрание – более трех тысяч экспонатов из 109 стран. Местные коллекционеры готовы показать и рассказать о своих экспонатах. Выставку лягушек можно посмотреть до 27 ноября. А впереди наша традиционная афиша, чтобы сегодня вечером вы не пропустили ни одного интересного события. На этой неделе завершает свою работу ежегодная выставка «Цветные мечты» студии изобразительного творчества «СТ-арт» в галерее Паршин. Экспозиция объединяет людей всех возрастов и профессий. Художественные навыки взрослых студийцев позволяют сегодня представить зрителю зрелые творческие заявки. Но особый интерес, конечно, вызывают работы самых юных художников от 6 до 17 лет. Выставка будет работать до 25 ноября. Если вы хотите почувствовать неповторимую атмосферу творчества и мастерства, которая царит в галерее Паршин, то непременно посетите выставку «Цветные мечты». В минувшие выходные состоялось открытие фото-выставки «Скрипка Энгра» при поддержке Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» и Ставропольского краевого музея изобразительных искусств. В третьей отчетной выставке фотоклуба Юрия Рубинского принимают участие 14 авторов, и для некоторых из них это первый публичный показ своих творческих работ. Выставка ждет своих посетителей в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств. Время работы с 11 до 19 часов. Окутанный мистикой и скандалами спектакль давно побил все рекорды кассовых сборов и зрительского интереса. Ему аплодировали зрители более 40 стран из пяти континентов. Спектакль, породивший массу слухов, сплетен и очаровавший более миллиона зрителей. Московский независимый театр приглашает жителей и гостей Ставрополя на свою постановку «Бессмертного романа» Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». Начало в 19.00. И в эфире «Своего ТВ» этим вечером тоже много интересного. В 18.15 программа «Горячая линия. Местные вопросы». Проблемы и успехи изобильненского городского округа обсудим в прямом эфире. И вы тоже можете принять участие в обсуждении. В 19.15 выводы следствия. Совместная программа нашей телекомпании и краевого следственного комитета. В 19.30 главные новости Ставропольского края в информационной программе «День». В 8.00 программа о буднях краевых парламентариев «Парламентский вестник». В 20.15 все проблемы и пути их решения от А до Я в программе «Азбука ЖКХ». В 22.00 художественный фильм «Ванька». Картина о том, как в одночасье может поменяться размеренная и спокойная жизнь, когда происходит даже то, чего совсем не ожидаешь. На этом наша программа подходит к концу. Мне остается сказать вам, оставайтесь, уважаемые телезрители, на своем ТВ. Впереди много интересного. Я же с вами на этом на сегодня прощаюсь и увидимся на своем ТВ. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok